Долгожданная премьера для поклонников компьютерных игр. На прилавках появилась новинка GTA или GTA 5. В играх этой серии главный герой – автоугонщик, он же заказной убийца, работающий на криминальных боссов. GTA уже стала самой дорогой за всю историю видеоигрой. Ее бюджет составил 266 миллионов долларов. Таким образом, она обошла по стоимости даже мировые киноблокбастеры, такие как Avatar, отстав лишь от третьей части «Пиратов Карибского моря». Ну и вот еще за пять дней до официального релиза разразились сразу два скандала. Компания Amazon доставила GTA части своих клиентов раньше ее официального выхода. Сейчас руководство холдинга выясняет, кто в этом виноват. Но главную проблему создали, как всегда, пираты, которые выложили новинку в сеть для скачивания. Подробности расскажет мой коллега Михаил Лисецкий. Есть некая ирония в том, что игра, которая рассказывает о автоугонах, о кражах и о прочих изящно оставленных преступлениях, сама была украдена еще до выхода на рынок, за четыре дня до релиза. Я бы назвал это кармой, что, впрочем, конечно, совсем не делает честь тем, кто ломал игру, кто сейчас ее качает, кто сейчас играет. Тем не менее, я бы не стал драматизировать ситуацию, потому что два момента. Первая, игра утекла для версии для приставки Xbox, специальной домашней консоли. И вообще эта игра выходит вначале на домашних консолях, и лишь потом на персональном компьютере. Причем дата выхода на персональном компьютере не определена. А именно персональный компьютер для российских игроков, для российского рынка является все еще самой популярной платформой. Именно потому, что она наиболее легко подвержена пиратству. В России достаточно малое количество активных игроков, у которых эта консоль имеет в наличии, которые готовы пойти на специальности серии с консолью, чтобы на ней можно было запускать пиратский контент. То есть, на самом деле, я не думаю, что цифры будут очень большими. Плюс ко всему, насколько я понимаю, утекла именно международная версия, без российской локализации. Такую игру, как GTA, с огромным количеством жорганизмов, субкультурных моментов. Играть с удовольствием, получая полный экстаз, так скажем, от всего того, что происходит на мониторе, на экране. Можно только, если ты очень хорошо знаешь английский язык, или в локализованной версии. Поэтому я думаю, что будет все-таки большая волна людей, которые, начав играть в английскую пиратскую версию, в конечной сети купят себе версию с узкими субтитрами, то есть версия залокализована.